Давайте установим 3D Max. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте autodesk.ru и зарегистрировавшись мы можем получить доступ не только к лицензии на 3 года 3D Max, но и ко всем продуктам Autodesk, такие как AutoCAD, Revit и так далее. Давайте приступим. Для этого нужно перейти в раздел поддержка и обучение вузам и школам в области учебы и обучения. Дальше нам нужно перейти по ссылке бесплатно для студентов и здесь нажать на зарегистрируйтесь. Дальше выберем тот продукт, который нам необходим. Это 3D Max, типа AutoCAD, либо же Revit. Их тут 4 версии. Нам необходимо будет вот этот скачать. Он включает все 3 версии в одной. Архитектурный, инженерный и конструкторский Revit. Сейчас нас интересует 3D Max. Дальше нажимаем на Create Account, создать аккаунт. Выбираем страну. Дальше. Кто я? Тип. Школа. Емель. Фамилия. Какой будет ник на сайте Автодеск. Необходимо ввести почту. Подтвердить эту почту. Необходимо придумать пароль. Мы можем подписаться на рассылку, но вот эти галочки, они необходимы. И нажимаем Next. Так, Автодеск, сайт Автодеска ругается на неполную информацию. Так, нужно тут выставить. Так. Ноябрь. И на этот раз Next. Так. Нам необходимо, чтобы было 8-12 символов. Присутствовал номер. Так, хорошо. Этот аккаунт не активирован. Нужно перейти на ту почту, которую вы указывали в форме. И там пройти по ссылке. Так. Нажимаем на ссылку. В письме от Автодеск. Нас приветствуют. Говорят, что наш аккаунт активирован. И давайте теперь приступим к скачиванию. Для этого давайте введем данные, которые мы указывали при активации. Укажем e-mail. Вот так вот. И теперь есть возможность выбрать версию 3D Max, выбираем последнюю, выбираем язык, будет это английский, к сожалению на русском нет и не предвидится. И то же самое и с операционной системой, для Macintosh нет и не предвидится. Нажимаем Install Now, не забудьте скопировать серийный номер и между прочим ключ продукта. Я сделаю print screen. Эти данные можно будет потом найти, но чтобы долго не искать, кину на рабочий стол. Соглашаемся, нажимаем Install. После нам необходимо нажать на Install. Повторный Install. Лучше соглашаться со стандартным путем. Это облегчит в дальнейшем задачу установки плагинов, скриптов. Лучше стандартный по умолчанию путь. И нажимаем. Очень важно, чтобы приложение, одно из приложений Autodesk не было запущено. Допустим, в данном случае запущен Autocad и именно он мешает установке. Теперь нам необходимо дождаться загрузки, установки и продолжим дальнейшие действия по активации нашего продукта. После скачивания и установки. В процессе установки прервалась загрузка с официального сайта дистрибутива. В этом случае мы можем найти всегда в папке локальный диск C Autodesk. И тут все наши файлы, которые скачиваются с Autodesk.ru. В данном случае я скачал Autocad, скачал 3D Max. Сейчас нас интересует 3D Max. Мы заходим в эту папку, ищем экзешник. Вот он, сетап. Запускаем, говорим да. Далее нажимаем Install. Соглашаемся с лицензией. С лицензионным соглашением и нажимаем Next. Здесь нам нужно ввести данные, которые нам пришли почтой. Ctrl-C копируем. Ctrl-V вставляем. Ctrl-C, Ctrl-V. И код продукта 128G1. Нажимаем Next. Соглашаемся с предложенным путем. Он оптимален, чтобы не было в дальнейшем проблем с установкой плагинов. И нажимаем Install. Итак, завершение установки. И у нас ошибка. Не установлен BackBurner. Да и ладно. Без него будет 3D Max нормально работать. Это BackBurner отвечает за распределенный рендер. Поэтому нажимаем спокойно Finish. Ищем наш ярлычок 3D Max 2015. И запускаем его. Он благополучно запускается. Он благополучно запускается. Он благополучно запускается. Он благополучно запускается. Он благополучно запускается.